Привет, друзья! Канал PicoLand и мои размышления по поводу новых гарнитур от Pimax с детской компанией, которая может утереть нос Мета. Пока проходил Мета-Коннект и не было никаких намеков на новые гарнитуры и все, что связано с VR, Мета окончательно ушла в какие-то очки, чтобы продавать свою рекламу. Pimax не стали ждать. И прямо на следующий день, 19 сентября, прошел их собственный ивент Pimax Sync, который стал своего рода ответом на тишину от Меты. И надо сказать, они не просто ответили, а представили новые амбициозные устройства, которые могут изменить рынок. Если вы следите за Pimax, то знайте, что они еще с мая на Pimax Connect анонсировали кучу всего, но без особых подробностей. И сейчас, наконец-то, мы получили детали. А сейчас я порассуждаю и погружу вас в то, что они показали. Стоит ли это вашего внимания и как это может перевернуть VR-рынок? Начнем с того, что Pimax показали Pimax AirDream и ее младшую версию Pimax AirDream SE. Это, пожалуй, самый смелый эксперимент Pimax в попытке сделать VR не просто мощным, но и невероятно удобным. Когда их впервые показали в мае, я подумал, а зачем они нужны? Есть же Pimax Crystal Light, который имеет практически такие же характеристики и практически такая же цена. Но смотря эту презентацию, я подумал, в принципе, неплохо. Pico я пользуюсь исключительно потому, что мне удобно в нем находиться. А Pimax AirDream как раз-таки нацелен на комфорт и простое использование. Мне кажется, все, что они сейчас делают, это как раз-таки главный конкурент BigScreen Beyond. Потому что, в принципе, если судить по отзывам, BigScreen неплохо так взлетел. Потому что это маленькие очки, которые ты одеваешь, они очень мало весят. И в них, самое главное, очень комфортно. Они вам не мешают. При том, что это проводные очки. Да, я думаю, что их вполне можно назвать очками. Смотрите, какие они маленькие. Pimax вроде как выглядит чуть побольше. Но имеет такую же главную фишку. Это вес. Поверь, сложно, но Pimax AirDream весит менее 170 грамм. А AirDream SE вообще меньше 150. Это легче, чем многие современные смартфоны. Сначала я подумал, что это вес только самого визора, шлема. То есть я имею в виду, что без ремешка, без лицевой маски, без крепления. Ведь Pico и Quest 3 весят более 500 грамм. Около 600, примерно, плюс-минус. Но нет, это вес как раз-таки всей гарнитура целиком. А еще самое прикольное, что они добавили динамики туда. И они в этот вес также входят. Потому что раньше приходилось подключать внешние динамики. Теперь кратко пробежимся по ключевым характеристикам Pimax AirDream и Pimax AirDream SE. Главное, чем они отличаются между собой, это цвет. Оптика и экраны. Остальное, в принципе, там то же самое. Pimax AirDream это топовая версия. Она оснащается микро-OLED дисплеями с разрешением 3840 на 3552 пиксель на глаз. Это одно из самых высоких разрешений, которые нам доступны на сегодняшний день. И здесь присутствует все, что нужно современному геймеру. Отслеживание взгляда, трекинг рук. И, как я ранее упоминал, встроенные динамики в саму гарнитуру. Pimax AirDream SE имеет все то же самое. Разрешение младшей версии 2560 на 2560 пиксель на глаз. Имеет все те же самые материалы, функции трекинга. Кстати, да, там есть отслеживание не только рук, но и геймпады можно будет купить в будущем. Первые модели будут поставляться в декабре. Они будут без геймпадов. То, что с геймпадами, они сказали, будут позже. Это типичный Pimax. Они всегда так делают, что-то обещают. И эти обе гарнитуры работают только в режиме PCVR и подключаются по кабелю DisplayPort, который будет располагаться сзади. Я лично давно слежу за Pimax. И даже в прошлом месяце лично попробовал, пока был в Москве. Я смог попробовать Pimax Crystal Light с Local Dimming. И знаете что? Мне понравилось. Потому что изображение там очень крутое. Она, естественно, четче, чем у Pico и у Quest, хотя и у них картинка достаточно хорошая. Но главное, что мне поразило, это полное отсутствие задержки, поскольку это чисто проводная гарнитура и сигнал передается через провод. И, конечно же, нельзя сказать про цветопередачу. Она там просто невероятная. Особенно глубина черного цвета. Это разница, которую можно сравнить с тем, как выглядит изображение на TFT-экране и на OLED-экране, например, на смартфонах. Если картинка Crystal Light уже настолько мне понравилась, я представляю, что нас ждет старшей версии, потому что там разрешение еще больше. Там такие же линзы, насколько я понимаю, и экраны стоят, как в Pimax Crystal Super, новая версия, которая вышла не так давно. Там уже идет совсем другой уровень, другая оптика и все еще круче. А вот Pimax AirDream SE хоть и будут иметь разрешение ниже, чем у Crystal Light, думаю, картинка там будет не хуже. Потому что я бы отдал предпочтение более мелкой гарнитуре, которая будет удобно сидеть и с меньшим разрешением, чем сидеть с огромной бандурой. Был бы еще без провод, вообще бы цены не было. Вообще, если рассчитать PPD на младшую версию Dream SE, это плотность пикселей на градус. Как раз таки оно определяет, насколько четкое изображение будет в VR. Я посчитал, что если будет идеальный оверлап, ну как у Pico, когда у вас оба глаза накладывают на друг друга, и вы посередине никаких там не видите черных пятен и так далее. PPD Crystal SE составляет 25. Точно такой же, как у всеми любимого квеста третьего, у которого изображение лучше, чем у Pico, но который страдает оверлапом. И опять же, если будет даже PPD точно такой же, все равно там не будет минусов квеста третьего, который тяжелый спереди. У него есть оверлап, у него экраны повернуты, там по-своему как-то пиксельную сетку видно. И самое главное, цвета. Цвета очень крутые будут. Но есть один потенциальный подводный камень. У микро-олет-экранов наблюдается некий эффект гостинга или после свечения. Насколько я знаю, похожая проблема была у PlayStation VR 2 с их OLED-ами. Это выражается в том, что когда объект двигается очень быстро, а VR вы всегда двигаетесь, и даже когда вы стоите неподвижно, у вас все равно какие-то совершаются микродвижения. Картинка обновляется с небольшой задержкой, и вы увидите, как предыдущий объект оставляет след после себя. Я даже не знаю, как это еще объяснить. Такой блюр. Вот здесь я попробую визуализацию сделать. И буду надеяться, что Pymus как-то решит это программно, или может у них какие-то свои экраны хорошие. Ну и еще плюсы, которые мне понравились в этой гарнитуре. Там будет отслеживание взгляда, которое будет делать четким изображением, куда вы смотрите. А где не смотрите, она будет размытая, но вы туда и не смотрите, соответственно. И нужна будет не такая мощная видеокарта, чтобы играть в топовые игры на очень высоком разрешении. И самое главное, главный плюс, который выделяет его перед BigScreen Beyond вторым, это наличие... Это версия, которая будет работать без базовых станций. У BigScreen Beyond есть только один вариант, это отслеживание по базовым станциям. Вы покупаете сами контроллеры, индексовские контроллеры стоят около 40 тысяч. Сами базовые станции для этого еще стоят тысяч 15. И вот, пожалуйста, вы выложите там больше тысячи долларов за саму гарнитуру, за базовую станцию. Как минимум одну, а вообще надо две хотя бы. И плюс сами контроллеры. Вот он выходит 2000 баксов за то, что вы просто будете пользоваться гарнитурой и проводной. А у Pymax, при том, что он также проводной, будет вариант и на базовых станциях, если они уже у вас есть. Отлично можете пользоваться этой версией. И будет версия с контроллерами отдельной, которая идет. Она будет чуть дороже. Но зато вам не придется покупать базовые станции, которые вам, возможно, вообще никак не нужны. Или вы даже не сможете их поставить, потому что у вас съемная квартира, вам запретили стены сверлить. Это дает большую гибкость. Так же, как у Pico и у Quest. Пользоваться где угодно. Ну, правда, Pico и Quest не может нативки играть. А здесь вы должны будете с собой компьютер принести хотя бы. Ну и, наверное, на этом закончим мы и болтовню. Сама презентация Pymax 7 длилась около 30 минут. Но они не стали тратить время на пустые разговоры. Вместо этого они показали самое важное. Все подробности об анонсированных устройствах, их возможностях. И самое главное, озвучили цены и даты выхода. Я сейчас смотрел видео от других VR-блогеров. И вижу, что многие энтузиасты действительно заинтересованы в этих гарнитурах. И, судя по всему, Pymax отлично поработали с комьюнити. Иначе, как объяснить то, что уже обзоры появились во время презентации. У кого-то гарнитуры даже на руках были. Возможно, кто-то посетил их офис. Им продемонстрировали прямо там. Надеюсь, не держат в заложниках. Самое главное, все это прошло без того трэша, который мы видели раньше. Всякие портовые планшеты непонятные, которые якобы VR-ом становятся. Их игревые автоматы туда же летят, в эту трэшанину. Их бесконечные обещания. Даже сейчас не стоит верить, что гарнитуры выйдут в декабре. Но, опять же, судя по тому, как они это все показывали, я им верю. Они сконцентрировались на VR-гарнитурах на определенных моделях. Это обнадеживает. Сейчас нам остается только дождаться, когда эти гарнитуры поступят в открытую продажу. И мы сможем увидеть первые отзывы от реальных пользователей. А как вам новый анонс от Pymax? Что больше всего заинтересовало? Пишите в комментариях. Не забудьте поставить лайк. Подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео на этом канале. Увидимся!